Добрый день, уважаемые слушатели! Добрый день! В эфире Финам ФМ Сухой Остаток. Меня зовут Олег Дмитриев. Ну что ж, сегодня замечательный, в кавычках, а может быть и бездень, но в любом случае достаточно яркий день. Если вспомнить известные формулировки, все, как там звучало, то, о чем долго говорили, ну и там ребята, группа ребят, свершилась, да, кричали громко. И вот мы на протяжении тоже многих недель говорили об этом, что вот-вот, близится время Че, что же будет, что же будет. И вот оно, видимо, свершилось. В любом случае, обсудим мы это сегодня обязательно. Обсудим мы в компании с моими гостями. Сегодня в студии Сухого Остатка Алексей Труняев, заместитель начальника управления ценных бумаг Life Capital Pro Business Bank. Добрый день, Алексей. Добрый день. И в студии Василий Олейник, эксперт IT Invest Prospect. Добрый день, Василий. Добрый день. Уважаемые слушатели, телефон студии 6510-99,6, код Москвы 495, сайт компании финам.фм. Звоните, пишите, задавайте свои вопросы. Ну, наверняка есть о чем спросить, учитывая текущие события. И традиционно начнем с того, что посмотрим, что происходит сейчас на финансовых рынках, ну, начиная с вчерашнего закрытия, естественно, со вчерашнего этого самого глобального события. Американцы закрылись достаточно сильно, сильно с понижением, я имею в виду. Доу Джонс потерял почти полтора процента. На 1,3 процента упал S&P 500. Поддержали эту тенденцию азиатские рынки. NASDAQ в минусе на 1,7. Shanghai Composite на 2,7 процента. Ну, и в стороне не остались и Европа. С нами же. Фудси сейчас в моменте теряет 2,3 процента. И индикатор российского рынка RTS 2,7. Чуть ранее 3 процента в минусе был. Сейчас немножко отскакивает. Начали бумаги. ММВБ 1,3 процента. В общем, все единодушно сегодня выглядит. Все в красном. Все в красном. Значит, смотрим на сырье и на Forex. Нефть марки Brent теряет почти 2 процента со вчерашнего закрытия. 104,30 за бочку. Золото. Сделала финтушами, извините, конечно, за сленг. ММВБ потеряла больше 100 долларов со вчерашнего, собственно, со вчерашней торговой сессии. 5 процентов. С лишним 1303. Опять отскакивает, потому что был уже ниже 1300. Стоил этот металл за унцию. Евро-доллар также отличился. Ну, опять, если вспоминать вчерашний день. 1,32 сейчас стоит. Уровень поддержки, да, нащупал поддержку на 1,32. Вчера, если вы помните, 1,34. Две фигуры, две с лишним фигуры. Доллар и иена. По той же причине начала восходящее или возобновила восходящее движение. 1,5 процента прибавляет. Ну, и набор голубых фишек сегодня также единодушен. Вот лучший рынок. И неожиданно. Ну, может быть, не неожиданно, точнее. Неожиданно не в тон, наверное. Да, потому что все в красном и в зеленом. Роснефть сегодня. 1,2 процента. Чуть больше было, да, несколько минут назад. 1,5 процента прибавляло. Роснефть. Ну, для этого есть у нее основания. А все остальные, еще раз повторю, в красном цвете сегодня. И смотрим. Среди линеров падения мы можем назвать с вами Ростелеком. 4 процента теряет. Почти 3 процента ВТБ. Газпром ниже 110 опустился. Значит, 1,5 процента АвтоВАЗ. 1,5 процента Аэрофлот. 1,5 процента Уралкалия. Сбербанк. 3 процента. 90. Уровень 90 рублей за бумагу недалеко. Ну, в общем, вот такая вот история. Такая картина маслом. Печальная, наверное. Хотя те, кто успел открыть длинную позицию в долларе США, наверняка со мной не согласятся. Сейчас-то они как раз в шоколаде. Итак, давайте начнем разговор. Ну, что ж. А, уважаемые коллеги, уважаемые гости. Я, если не возражаете, такую фразу вам хотел бы предложить продолжить. В четверг, я просто сегодня где-то в СМИ увидел ее. В четверг на российском фондовом рынке происходит... Леша. Ну, на твой взгляд. Что происходит в четверг? У нас передача детям до 16. Нет, это мы с тобой обсуждали. Пожалуйста, да, да. Такая буква, в которой много палочек сверху и снизу. И вверх, и вниз симметрично. Не, давай терминами профессиональными. Происходит что происходит? Падение. Падение. Всего лишь падение и снижение. Василий, ты как это оцениваешь? Ну, паника это вообще не назовешь. Не назовешь. Честно говоря, российский рынок-то сегодня смотрится-то вообще лучше, чем в европейский, американский, азиатский. А за счет чего он слушает? Падает быстрее? Почему он смотрится сегодня лучше? Однозначно, это за счет курса национальной валюты, которая ослабла. То есть это на руку нашим экспортно-ориентированным компаниям. Мы видим, что он не так уж и плохо смотрится, наша нефтянка. То есть он Газпром. Ну, Газпром, да, сейчас чуть похуже. Лукойл минус 0,5. Роснефть растет. ГМК почти не снижается. Ну, то есть, в принципе, минус 1,3 по индексу МОМОБ, то есть это не так много, глядя на остальные европейские площадки. И видно, что сейчас идет фиксация коротких позиций с крупными игроками. То, что вот я сейчас вижу на мониторе, то есть мы видим снижение открытого интереса по фьючерсу на индекс РТС. Причем оно уже снижается уже несколько часов. То есть тот, кто набирал короткие позиции, сейчас их потихонечку разгружает. То есть не исключено, что здесь мы увидим приблизительно на текущих уровнях мы увидим локальный разворот рынка. Ну, по крайней мере, я на эту ставку все-таки сделал. Василий, вот искренне тебе хочу сказать спасибо, во-первых, да, и восхититься тобой. Вот в данном случае вообще нет оснований для оптимизма. Вот, да, Василий сказал все так, что я сразу успокоился и подумал, что не так все и плохо. Так когда страшно, когда вот сегодня была планка по фьючерс на индекс РТС, да, вот хотелось купить вот самый тот момент, когда вот страшно все, ты понимаешь, вот они пошли, марш Николай. Ну, так это падающий нож, мы же знаем, чем это заканчивается. Если вы играете без больших плечей, то почему бы и не зайти, то есть вы же понимаете, что, да, рынок может пойти чуть ниже, там, процент 2-3, но если заход без плеча выделать или формируете портфель без плечей, ну, не столь это великие колебания. Рынок сейчас упал, индекс РТС, по-моему, сейчас в начало года упал уже, по-моему, процентов на 18, наверное, там, да, то есть, в принципе, неплохая возможность для покупок с перспективы хотя бы на полтора месяца. Но опять с расчетом того, что на 20% почти он упал и уже, наверное, ниже не пойдет, да, вот так рассуждают. Нет, всегда надо готовиться, что может быть еще и хуже, но опять же поставьте защитный стоп хотя бы в процентов 2-3, то есть от формированных позиций, и нет проблем. Согласен, согласен, да, есть стопы для этого дела, но тем не менее, смотрите, вот фразу, которую я вам предложил продолжить, она полностью звучала так, в четверг на российском фондовом рынке происходит обвал. Обвал это серьезный вообще. Нет, обвал это минус 5%. Обвал это не назовем, ну, 3% по РТС. Ну, в отдельно взятых активах можно считать обвалом, то есть это индекс РТС, да, за счет роста доллара, да, если бы... Да, я забыл, когда ты маслом рисовал, да. Конечно, конечно, то есть индекс ММВБ, так сказать, он действительно не показывает таких минусов существенных, как европейские, то есть минус 1,3 был, там минус 1,5. Леша, извини, пожалуйста, перебью. Вот смотри, ты предлагаешь оценивать, да, падение индекса РТС 3%, учитывая вот динамику рубля, да, и как будет дисконт. А если с другой стороны посмотреть, ММВБ падает всего лишь на полтора, потому что рубль ослабевает, а если бы рубль оставил, это было бы 5%. Я, на самом деле, я, на самом деле, ну, как бы, как говорится, нет худа без добра. Дело в том, что наш рынок, он уже падает-то практически 4 месяца, и рос только в январе. Западные рынки, и Европа, и Штаты показали хороший первый квартал. То есть им есть что корректировать, на самом деле. А нам практически нечего. Мы от начала года находимся, по-моему, ММВБ. Ну, даже не 4 месяца, мы 5 месяцев подряд падаем, и, на самом деле, эта неделя может на российском рынке побить антирекорд за последние 4 года. У нас второй раз подряд 5 падающих недель, причем именно в этом году. 6 падающих недель подряд было последний раз в 2008 году. Вот сейчас, буквально, ну, час назад, эта неделя опять буквально вырисовывается в плюс. Конечно, если мы закроем в плюсе, будет, в принципе, хороший сигнал и сигнал на покупку. То есть если неделю отстаем, если эта неделя закроется красная, я боюсь, что снижение будет продолжаться. Поэтому вот дальнейшее решение, по крайней мере, я портфель все-таки сформировал и буду принимать уже по закрытию недели. Если же все-таки закрытие состоится сильно, то есть сегодня и завтра рынок еще чуть-чуть выкупят, да, я все-таки буду уже на следующей неделе все равно увеличивать долю рисковых активов, уже присмотреться к второму, к третьему эшелону. Я понял. Спасибо, спасибо, друзья мои. Значит, мы, собственно, прокомментировали эту фразу. Сейчас мы начнем, чуть позже, точнее, уже начнем разговаривать о причинах всего, что происходит сейчас. Но прежде всего послушаем нашего слушателя. Давайте звонок послушаем, он из Волгограда, не будем его томить. Александр, добрый день, вы в эфире, пожалуйста, говорите. Доброго дня, уважаемые ведущие, эксперты студии. Хотелось бы узнать, когда, наконец, нормальному долгосрочному инвестору будет на нашем рынке комфортно? Хороший вопрос, Александр. Да, уже два года. С какой перспективой, скажите, пожалуйста, на год, на два, на три? Долгосрочному инвестору. Долгосрочному, то есть год и более. Да, потому что наш рынок уже два года ходит как пьяный и находится в широком боковике. Пожалуй, особняком у нас стоят две компании, только Транснефть и Магнит, в стороне от рынка. Ну, то есть показали растущий тренд. Абсолютно верно. Просто при таких трендах, в кавычках, ни один уважающий себя инвестор не будет заходить в наш рынок, тем более не резидент. Многие, вот Василий в том числе, говорит, что рынок не зависит от состояния реального сектора экономики и живет своей жизнью. А я вот наоборот считаю, что наш рынок полно отражения нашей экономики, то есть застоя. Хотя, может, я ошибаюсь, но если что... Ну, у вас есть свое мнение. Александр, осталось несколько минут, несколько секунд. Скажите, вы давно на рынке, вы давно инвестициями занимаетесь? Я вообще инвестирую с 2007 года. То есть вы еще застали золотые времена до кризиса? Да, я вот, кстати, на американском, на канадском рынке поимел прибыли по 100-150 процентов. Здорово, здорово. За прошлый год. Спасибо, Александр, значит, за ваш вопрос, за ваше мнение. Мы сейчас прервемся у нас по расписанию новости на Финам.ФМ, послушаем новости, потом отвечаем на вопрос Александра. Ну и продолжим наш разговор. Еще раз повторю сегодняшние события, чем-то их надо обязательно объяснить. Итак, новости на Финам.ФМ. Итак, продолжим эфир, уважаемые слушатели. Сухой остаток на Финам.ФМ. Я Олег Дмитриев. В гостях сегодня Алексей Труняев, заместитель начальника управления ценных бумаг Life Capital Pro Business Bank. И Василий Олейник, эксперт IT-инвестпроспект. Обсуждаем мы текущую ситуацию после известных событий, вчерашних событий. Сейчас эти события более подробно. Но вначале все-таки давайте ответим на звонок нашего слушателя из Волгограда, звонок Александра. Вот он резонно, на мой взгляд, Вась, ты можешь на мой, конечно, не согласиться, резонно посетовал, да, Леш, на то, что действительно рынок, вот, хорошо, кстати, сравнил, достаточно корректно. Он как пьяный туда-сюда, туда-сюда болтается, да, и возможности для инвестора, у долгосрочного инвестора, потому что никаких нет для того, чтобы... Когда это дело? До Коли, Леша, до Коли. На самом деле, наш радиослушатель выразил не только свое личное мнение, это мнение, наверное, большинства тех людей, которые пытаются на российском рынке заниматься, ну, скажем так, более-менее долгосрочным инвестированием, то есть смотрят на горизонт год и больше. По сути, речь идет о том, что за последние два, может быть, даже два с половиной года, по большому счету, на российском рынке наблюдается даунтренд. И действительно, лишь некоторые бумаги, те, которые перечислил наши радиослушатели, ну, плюс, может быть, еще там пару эмитентов, обыгрывают рынок, да. Ну, понятно, что никто не будет класть все яйца в одну корзину, тем более эти бумаги не самые ликвидные, и я думаю, что по ним, так сказать, крупные игроки могут и манипулировать ценой. Наверное, тогда будет комфортное условие для долгосрочных инвесторов, когда будет создана соответствующая атмосфера, соответствующая перспектива для рынка, когда будут заниматься наши власти как раз обустройством, что называется, рынка в смысле каких-то преференций к долгосрочным инвесторам. Вот приведу пример, то, наверное, о чем все хорошо знают. Еще во время кризиса, еще в восьмом и девятом годах говорилось о возвращении трехлетней льготы, так или иначе. Ну что, вернули ее? Нет. Но вот сейчас, я думаю, говорят о том, что, возможно, новый виток кризиса у нас, может быть, вернут. Это вот только один пример. Для того, чтобы сдержать обещания, нужно обязательно провести проблемы. Повышение ликвидности. Наконец-то эмитенты должны заняться ясно и понятную, то есть выработать ясную и понятную дивидендную политику. Вроде бы в этом году ряд эмитентов этим вопросом занялись. Могу привести позитивные примеры. Это Норильский никель, это Лукойл. В какой-то степени Газпромнефть. И Сургутнефтегаз стать нефтью как бы традиционно. Но и все как бы. В то же время могу привести отрицательный пример. Это НКБП, это, так сказать, лихорадка с Газпромом по поводу дивидендов. То есть ясно и понятная дивидендная политика, хорошая ликвидность, постоянные условия игры, какие-то льготы именно для долгосрочных инвесторов. То есть понятно, вас что-то должно подталкивать к тому, чтобы вы не просто спекулировали в интродэй, а держали бумагу долго. Вам должно быть это выгодно. Как только есть такие предпосылки, вы это будете делать. Ну, по поводу политической нестабильности, я, например, не считаю, что приход вновь Владимира Путина на пост президента России, это так плохо. Я думаю, что вот это как раз эту тему по поводу политической нестабильности, оппозицию это раздувает. Раздувает, я прошу прощения, наши недоброжелатели. А потом, если говорить о стабильности, да? Нет, ну, формально не резиденты кивают, конечно, да, что вот жестко, что с оппозицией диалог не ведется. Ну, вот я, например, не считаю, что в этом плане у нас неправильная линия проводится. Мне гораздо, кажется, больше проблем в смысле дивидендной политики, в смысле ликвидности рынка, вывод на рынок новых инструментов, приватизация, да, четкие и понятные планы по приватизации госпакетов. Никогда они меняются по 4-5 раз внутри года. Будем приватизировать, не будем приватизировать. Как будем приватизировать? Да, как будем приватизировать, кто будет участвовать и так далее, и так далее. То есть, чем больше ясности, тем больше предпосылок. Ну, верится в лучшее, верится, что когда-нибудь доживем. Вот здесь же можно сказать, как говорится, нет худа без добра. В этом году действительно никакого практически притока не было серьезного фонда, который инвестирует в Россию. Может быть, поэтому нет и сильной коррекции. Потому что прошлые два года был серьезный выход весной, был серьезный выход, был отток. И в том числе и из нефтегазового сектора, который резиденты традиционно любили. Сейчас, как бы, вроде выходить-то особо некому, все убежали. Поэтому наблюдаем, так сказать, отдельные попытки российских более-менее крупных игроков поддергивать. Плюс заходят какие-то деньги, изредка в западный фонд небольшие. Вот проходит какая-то покупка, ее хватает реально там на полдня. Поддергивают индекс плюс, а потом все опять валится. Поэтому здесь, я говорю, вот так, нет худа без добра. Может быть, это нас спасет от той коррекции. Мы, я говорю, еще раз, ничего не показали. В первом квартале у нас отрицательный первый квартал. Нам, в общем-то, и корректировать особо нечего. Мы в даунтренде два года находимся. Может быть, это нас спасет. Спасибо. У меня взгляд на долгосрочные инвестиции. Ну, сразу скажу, что ближайшие года полтора долгосрочных инвестиций, конечно, ловить на рынке не стоит. Рынок продолжит колебаться плюс-минус 20-30 процентов. И никакого ралли, как это было в 6-7 году, мы не увидим, пока рынок не упадет хотя бы процентов на 40 с текущих. То есть до отметки хотя бы 900 пунктов по индексу ММБ. Возможно, это будет через год, через полтора. Не знаю, загадывать не хочу. Но до тех пор, пока это не случится, мы не увидим. Что же касается, почему так вообще с российским рынком происходит, это не частный случай. То есть не надо брать здесь Россию. Это происходит со всеми абсолютно имиджен-маркет, со всеми развивающимися площадками. Везде ток капитала, везде негативные отношения к всем площадкам. К Бразилии, к Индию, к Китаю, к Турции, там, я не знаю, где угодно. Факторов риска много. Бегут деньги с этих площадок. Поэтому Россия здесь не выделяется из всех. У нас отток капитала с начала года уже полтора миллиарда долларов. Это гигантская сумма. То есть здесь нет денег нерезидентов. И без разницы, что будет проходить у нас в компаниях, в правительстве, без разницы. Это мировая конъюнктура. Когда деньги пойдут в развивающиеся площадки, без разницы, что будет твориться в России, что будет твориться с рублем, что будет твориться с Газпромом, будут грести все подряд. Если взять, что наш рынок малоликвидный, то заход хотя бы 300-400-500 миллионов долларов на протяжении двух месяцев даст нам рост процентов 20. Если вы уже занимаетесь инвестициями, я вот не понимаю, почему все так хотят ждать, какой-то вот купил, и чтобы все выросло на 70%. Чем плох текущий рынок? Если вы видите, что он 3 года в боковике, Япония была 7 лет, по-моему, или 10 лет почти в боковике, почему вы... Не зарабатывать на боковике. Да, не зарабатывать на боковике. Рынок упал на 20%, купите. Рынок вырос на 20%, продайте. Рынок упал на 20%, заново купите. В чем проблема? И так 3 года, каждый год на рынке... Вот последние 3 года рынок все время падает на 20-25%, потом отрастает. Уже 3 года подряд. Вот сейчас рынок неплохо скорректировался. Ну, купите, играйте в этот БКИ. В чем проблема? Если увидите выход из БКК, оставьте позиции, нет проблем. Хотел бы просто дополнить то, о чем говорит Василий. Как правило, вот эти колебания, это инвестирование цикла лета-зима. То есть, сформировав позиции летом и зафиксировавшись с января по март-апрель, можно заработать там и 20, и 30%. В общем-то, здесь никакой фантастики нет. У нас практически по шаблону, да, последние 3 года рынок чисто по шаблону идет. Если, говорю, откройте месячный таймфрейм и посмотрите последние 3 года, чисто все по шаблону. Поэтому либо вы играете в эту игру, в боковик, либо ждите, пока рынок упадет процентов на 40, потому что с текущих уровней я от роста больше, чем на 25%, то есть, слава богу, если рынок по итогам года покажет вообще хотя бы плюс 5%. То есть, это вот, я не знаю, там может как-то Олимпиада в Сочи повлияет, или там еще чего-то, хотя игру... Вот в сентябре, если все-таки будет сокращена программа выкупа актив в США, я не знаю, что там будет на рынке, даже загадывать не хочу. Но будет падение хорошее. То есть, надо иметь в виду, что та фантастическая пятилетка, которую мы называем года с третьего по восьмой, со второго по седьмой, ну кто как, она характеризовалась тем, что заходили деньги нерезидентские на наш рынок, а рынок был не слишком ликвидный, поэтому достаточно легко было его разогревать. И деньги заходили и летом тоже, не было никакого отдыха, люди даже не понимали, как же так. То есть, небольшой откат и рост. Но это же не может длиться вечно, да? То есть, вот та пятилетка, она на самом деле, как бы, не слава мы людей, так сказать, может быть, такой постулат, что да, вот все время рынок должен расти. Это не должен, к сожалению. Я вот сейчас поясню, почему я сейчас вот сформирую портфель, несмотря на то, что вот паника, все падает. Я формирую, во-первых, с перспективы хотя бы среднесрочной. Ну, возможно, там месяц, два, три, там дальше как пойдет. По одной простой причине. Мне без разницы. Я не хочу углубляться в фундаментал там компаний, как у них все плохо, как у управления, там как все плохо в Газпроме. Не хочу. Я смотрю просто, что сейчас рекордный отток капитала. Он действительно, ну, рекордные суммы. Соответственно, все равно это все развернется. Не буду дальше покупать Америку или там ее разгонять там до 1800. Все равно деньги, хотя бы часть, все равно на развивающейся площадке дойдет. Именно вот ставку делаю на это. Все, не более того. И потенциалы роста, в принципе, вот с текущих уровней можно все-таки увидеть процентов 15-20. И вот это как бы и стоит ловить. А ты тоже без плеч, да, что называется? Ну, инвестиционный, конечно, в портфеле, да, конечно, без плеч. То есть спекультивный. По тренду потом можно будет увеличить. Если все-таки поступят какие-то заявления, если мы увидим действительно приток денег, если мы увидим, что закрытие сильно недели. Я стараюсь смотреть. Неделю закрыли сильно, можно в течение следующей недели пытаться еще увеличить там или взять плечо, грубо говоря, там, да. Но это уже по закрытиям недели все-таки надо судить. Ну, то есть сейчас очень часто мы, когда видим приток капитала максимальный, он всегда... Вот когда резиденты начинают покупать, там, грубо говоря, заходить на российский рынок, когда он отрастет процентов на 15-20, и все увидят, о, Россия начала расти, надо в нее инвестировать. Нерезиденты очень часто заходят на самом максимуме, заходят, а выходят на самом минимуме. Сейчас максимальный отток капитала. Где сейчас рынок российский? На годовом минимуме. И сейчас максимальный отток капитала. Очень часто нерезиденты выходят на минимуме и заходят на максимуме. Потому что глобальные портфельчики, они не смотрят на внутридневные колебания Чтобы им зайти в рынок, им нужно посмотреть закрытие хотя бы одного, двух, трех хороших месяцов Только после этого они принимают решение Но поскольку российский рынок в боковике, то есть рост 2-3 месяца, это уже потолок этого роста Поэтому получается, что нерезиденты и заходят на максимум Я понял, ну возвращаясь к нашей теме, она заявлена теме Бедные нерезиденты Бедные несчастные Нет, давайте возьмем, хорошо, действительно, отсюда нерезиденты редко когда уносят прибыль Возьмем, сколько нерезидентов зашло в ОФЗ перед Новым годом под либереждацию рынка Дали им прямой доступ на покупатель на российский ОФЗ При курсе рубля 30, мы помним, с доходностью 6% годовых, при курсе рубля 30 Проходит 5 месяцев, курс рубля на 10% девальвировался То есть даже заработав 6% за год, они остаются минус 4 Вот неужели было непонятно, что курс рубля 30 не сможет долго держаться Надо сказать, все попытки допуска нерезидентов на российский рынок первые были еще до кризиса 98 года Заканчиваются, к сожалению, криками Кстати, когда было 30, мы, ну в принципе, да, разные мнения всегда по этому поводу Но когда мы 30, даже в этой студии звучали и 29 с половиной, и 28, да Ну, на самом деле, в первом полугодии я ожидал более серьезного укрепления рубля И я согласен с теми экспертами, вот я не помню, то ли Альфа, то ли ВТБ отмечают, что упущено окно для снижения процентности Леш, прервем сейчас новости на Финам.ФМ и потом продолжим наш эфир Итак, друзья, продолжаем, продолжаем наш разговор Оптимальные стратегии, такая тема, собственно, заявлена сегодня, возможности заработать Ну, собственно, пока еще об этом, так сказать, только-только подступаем Подступаем к этому, и тем не менее, прозвучал Вот она, оптимальные стратегии, Василий ее озвучил, да, поскольку боковик, покупай на минимумах, продавай на максимумах Вот, возможно, такая в любом случае есть, ну, кто хочет Сезонное инвестирование, как бы сказал Кто ищет, тот найдет, да Уважаемые слушатели, еще раз напомню для вас 6510-99,6, код Москвы-495, сайт компании финам.фм Есть у нас вопросы, чуть позже мы к ним приступим Потому что хотелось бы все-таки мне услышать, уважаемые гости, ваше мнение Итак, что же случилось вчера в заседании Комитета поставок Федрезерва В выступлении господина Бернанки и реакция сегодняшняя, ну, начиная со вчерашнего дня Реакция на это самое выступление, Леш Ну, я там никакой фантастики не вижу У меня такое ощущение, что люди просто очень давно хотели начать какую-то коррекцию Либо продолжить, в Штатах, в принципе, она уже идет, коррекция, да, если от максимума смотреть Зацепиться за что-то, чтобы эту коррекцию начать И зацепили за то, что... То есть нужен был информационный повод Да, господин Бернанки просто уже после того Он, в принципе, выступал достаточно нейтрально, достаточно неплохо для рынка Программа, в принципе, будет продолжаться Те уровни инфляции, уровни, вернее, безработицы При которых, может быть, полностью свернута поддержка ожидается не раньше 2014 года Не раньше 2014 же года, возможно, соответственно, при достижении данных уровней безработицы Начало повышения процентных ставок, да, то есть до этого еще далеко Некоторые члены ФРС склоняются к тому, что до 2015 года ставки не будут повышены 14 членов Да, все было хорошо до тех пор, потом господин Бернанек сказал Ну, все-таки, возможно, позже в этом году мы начнем сворачивать Ну, вот за это дело спекулянты зацепились и начали, так сказать, заливать практически все активы Ну, как бы, я считаю, что это сезонная коррекция, продолжение или ее начало Вот в этом, наверное, основной вопрос, да То есть вот сейчас будет ли новая, так сказать, какая-то волна снижения С учетом того, что в прошлый раз в Штатах вот не так давно была попытка коррекции Должен спадал до 14.800, а сейчас где-то 15.100 То есть, в принципе, он может попробовать сходить куда-то на 14.500, там 14.200, да, надо иметь это в виду Соответственно, нефть и Брент, и WTA американская, да, мы видим большие черные свечки Прочие активы, да, так называемые защитные активы золота Вот, так сказать, защиту свою показала Да, то есть на самом деле это неприятно, да, везде мы видим минусы Но пока что, на мой взгляд, какой-то такой, скажем так, паники нет Цинично просто я скажу, как бы, просто есть людям что фиксировать В отличие от российского рынка, да, так сказать, по большинству активов люди неплохо заработали Те, кто посидел там несколько месяцев, поэтому есть что фиксировать Как мы себя поведем, да, в прошлый раз вот снижение было недавно 1270 показал индекс МВБ, да, мы не показали, не достигли минимум прошлого года, там, 1240 Медведи могут организовать попытку достижения или обновления этого уровня Там слишком много желающих купить Ну, вот, поэтому либо мы туда не дойдем, либо мы туда перейдем и очень сильно перейдем Два варианта Дойдем, посмотрим То есть, именно потому что там много, да, желающих, да, и как бы все хотят там купить Где мои беды, да, как в таком случае говорят Да, купить, купить хотят все, только когда цены туда приходят, желающие, почему-то, ну, может быть, все-таки еще подождем, еще пониже был Вот Леш, прерву, у нас есть звонок, давай послушаем его Максим, Максим, добрый день, вы в эфире, пожалуйста, говорите Добрый день Добрый Вопрос, Олег, к вам и к вашим гостям Угу Вот по тому эмоциональному накалу, который присутствует сейчас, скажем так, ну, все говорят, да, девальвация Да, да, да Силуанова заканчивая, не знаю, бабками у подъезда Очень сильно мне напоминает прошлый год, разгон до 34-х с последующим планированием до 29-ти с половиной Угу Вот, насколько вы рассматриваете вот такой вариант развития событий? Угу Все-таки положительный торговый баланс и нефть выше 100, а доллар, соответственно, у нас поднимается Не включили ли в очередной раз качели, чтобы прокрести кошелечки, уважаемые граждане? Спасибо, Максим, вопрос понятен, мне очень понравилось, да, что, ну, Силуанова мы все слышали и как минимум читали А вот разговоры бабушек у подъезда, я, честно говоря, еще не слышал, да, девальвация А если бабушки начинают разговаривать, это уже серьезно Не, ну, на самом деле, вот, со слушателем абсолютно согласен, это не более чем качели, не более чем, можно сказать, спекулятивная такая манипуляционная игра И, во-первых, у государства буквально, у них государства, у компании сейчас предстоит налоговыплата буквально уже скоро Нужна рублевая выручка, а сейчас как раз население лишний раз, это рублевые выручки государству и компаниям как раз подбавят, которые нехватка У нас проблемы с рублями, проблемы с рублевой ликвидностью, сейчас как раз все это, обычные граждане побегут в обменники покупать доллары, меняя их рубли, покупят по 33, там, грубо говоря Вот, и, конечно, будет разворот обратно, то есть это, не знаю, пока я не верю в дальнейшее ослабление рубля и никакой там девальвации, конечно, не стоит И нам это тоже не на руку, потому что мы боремся с инфляцией уже не первый месяц, не первый год, и разгон инфляции нам точно не нужен Вот, поэтому пока там выше 34, там, ну, точно не будет И даже здесь, я думаю, что уже где-то вот 33, это уже, по идее, потолок Максим вот, кстати, 34 назвал, я сейчас на график смотрю, это как раз май прошлого года, помните, да, эту драму тоже там? Единственное, единственное, есть один, по крайней мере, модель, которой я придерживаюсь на конец года по рублю, и она говорит, что мы должны увидеть 35-36, эта модель Это техническая модель? Да, если к ней подкручивать фундаментал и, в принципе, взять тот факт, что все-таки ФРС сократит программу в укупе хотя бы в сентябре, и мы увидим еще отток денег из российских ОФЗ, одно на другое наложится, мы легко увидим 35-36 То есть, Центробанк не сможет сдерживать, понятно, что с интервенциями он не будет столько денег тратить, чтобы сдерживать курс рубля То есть, модель пока, она отрабатывается, и разворотов у нее нету, хотя я говорю еще раз, пока я не верю, но на конец года пока прогноз такой Я понял, Леша Я вот соглашусь с тем, что Василий сказал в конце по поводу этой модели, значит, то хочу сказать, что, ну, ближайший там диапазон 33-33-50, да Помятую прошлый год, как бы, да, понятно, что, наверное, при приближении там либо 33-50, либо 34 будет сопротивление, но я считаю, что в этом году ситуация более серьезная То, о чем Василий сказал, собственно, не буду повторяться, кто внимательно его слушал, может произойти, да, и сворачивание КУЕ, и отток, так сказать, денег из ОФЗ И, соответственно, никто не будет сдерживать, и мы действительно можем получить в районе 35, вот те самые 10%, о которых было сказано Еще непонятно, где будет нефть, на самом деле, потому что там достаточно большая спекулятивная составляющая, на что она будет реагировать То ли на экономические показатели и статистику из США и Китая, да, основных потребителей То ли на какие-то, так сказать, политическую нестабильность и какие-то военные действия, непонятно, как там еще развернется Как говорится, фиг его знает Вот, сегодня господин Задорнов высказывался, вот на Блумберге было сообщение, он сказал, что пока нефть выше 100 долларов, нам бояться нечего, да Но мы же все с вами прекрасно помним, что спекулянтам уронить нефть там ниже 100 долларов, в общем-то, я думаю, не составит никакого труда Конечно, нужен небольшой повод Да, по крайней мере, куда-нибудь диапазон, там, бренд, он загнать, ну, там, 93-95, да, не вопрос Поэтому, как бы, он, конечно, прав, но надеется на то, что, да, вот пока выше 100, я бы не стал возлагать большие надежды Поэтому, да, как бы, уровни сопротивления или диапазона сопротивления обозначили, да, но вот, пометую то, о чем сказал Василий В этом году, считаю, ситуация более серьезная И просто одним, так сказать, вытряхиванием денег из кошельков, наверное, объяснить, к сожалению Было бы хорошо, если бы было дело только в этом, да, как бы, сейчас вотряхиваем, завтра перестали Нет, тут есть более серьезные факторы То есть, локально, где-то вот здесь, вот, рубль, по идее, сейчас на минимальных отметках То есть, 33 выше, пока я не жду Вот, а вот в сентябре, как бы, мы уже не можем загадывать Мы не гадалки Гадать не будем Логическая цепочка, по крайней мере, представлена, да, и радиослушатели могут сами оценить, насколько она достоверна Мне кажется, что она весьма достоверна То есть, что бы я делал, если бы рубль опять опустился к отметкам 31,5 где-то, я бы точно его покупал Доллар, в смысле, доллар То есть, 31,5 это для покупки, в любом случае, это неплохой вариант Это можно держать Сейчас покупать уже доллары поздновато Я думаю, сейчас это максимум Я понял, если позволите, да, я все-таки немножко еще подкорректирую ваш ответ В том плане, что эти рекомендации, безусловно, не обращены к, ну, если позволите, рядовым слушателям, да, которые владеют инструментом под названием обменный пункт Да, да Потому что это, да, этот инструмент, он вычеркивается из пенечни, да, возможных финансовых инструментов Или, там, технологий, точнее, да Если у вас нет брокерского счета, если у вас, там, нет счета на срочном рынке, да, или, там, даже сейчас уже на бирже, вы, то все это только вот просто Нет, ну, сейчас при некоторых банках, почему обмены курса, они плюс-минус, там, несколько копеек всего То есть люди практически не зеряют ничего на разные курсы Ну, здесь с точки зрения рядового обывателя можно что посоветовать? С учетом, да, как предстоящей возможной волатильности и возможного роста курса доллара Не спешите, если вам будут предлагать валютные кредиты Потому что порой, порой очень, так сказать, предлагают под невысокую ставку, да, как бы, зная, зная Текущую конъюнтуру Прогнозируя, прогнозируя Вот об этом речь, собственно, я так представляю, да, почему это интересует обычного человека, который не занимается, там, валютами спекуляции Потому что он какую-то перспективу для себя Старайтесь, старайтесь, если получаете в рублях, берите кредиты в рублях Я собрался кредит брать, да, вот что делать? Кто-то по 30 рублей за доллар взял кредит, да, со ставочки, там, хотя бы небольшой Вот на 10% уже попал, если зарплата в рублях Совершенно верно Не всегда получается быть, скажем так, умнее рынка и умнее кредитора Вот, то есть, еще раз повторю, да, наши разговоры вокруг неких валютных рисков, да, сводятся к тому, чтобы... Посоветовать просто, быть осторожным Не рекомендации, вот именно к действию какими-то, а чтобы... Подумайте, как следует Просчитывали, да, ваши долгосрочные программы И еще один вопрос, сюда же, собственно, мы практически на него уже ответили Юрий пишет, здравствуйте, уважаемые гости, скажите, пожалуйста, в пятницу, я так понимаю, вот именно конкретно завтра Доллар будет укрепляться, или как на прошлой неделе, помните, да, тоже, прошлой неделе была волатильна у нас Сделали 32,60, потом сразу же упали на 31,80 Ну, сильного отката вниз, наверное... Или как на прошлой неделе пойдет сильный провал вниз Нет, сильного провала вниз, я думаю, ожидать не стоит То есть модель прошлой неделе, она уже вряд ли сработает Ну, я думаю, что нет Пока выше 33 прыгать не должны мы Кстати, вот сейчас я смотрю на график, да, в текущий, он немножко корректируется, но сегодня мы сделали уже 32,90 по сути Ну да, то есть там... Текущая сейчас 32,67, да, и открылся он с большим разрывом все же Как раз вот где-то в районе 32,40 Нет, там скорректироваться копеек на 20 или 30, это может завтра, но, я думаю, не больше, не стоит обольщаться Просто еще в чем фишка, начинается период экспирации на американском рынке Фьючерсных и опционных контрактов, поэтому завтра, может быть, там торговля спокойная И игроки перенесут, скажем так, тяжесть, активность свою на следующую неделю Поэтому расслабляться не стоит Но я бы еще хотел все-таки тоже свои, наверное, поделиться какими-то своими приоритетами с радиослушателем Мы говорим по поводу... Понятно, что сказали про сезонный фактор, да, что, так сказать, можно подбирать, можно собирать портфели Я думаю, что, да, наверное, летом сейчас можно рисковать и формировать портфели Я, наверное, дам рекомендации для более консервативной части радиослушателей и инвесторов Мне кажется, что нужно обратить внимание на те бумаги, которые в качестве поддержки имеют неплохую дивидендную перспективу Это Норильский Никель, это Газпромнефть, это Лукойл, это Сургутнефтегаз, это Татнефть При определенном раскладе, возможно, сберегательный банк Вот эти бумаги То есть там, где декларирована, так сказать, стабильная политика, стабильная дивидендная политика Норильский Никель вообще Можно прогнозировать, что за текущий год, за 13-й год, в следующем году будет выплачено примерно 600 рублей на акцию Можете легко посчитать, какая дивидендная доходность И почему-то бумага как бы волшебным образом, она проваливалась ниже, чем 4,5 тысячи Но быстро оттуда выскочила То есть я, честно говоря, тоже, в общем-то, технически ждал движения пониже, в район 4 тысяч Тоже нравится бумажка Много покупателей, да То есть просто очень понятно, о чем Вася говорит Да, если придут деньги нерезидентов, да, наверное, в итоге будут как бы грести все Но нужно иметь в виду, что, я думаю, нерезиденты просто они сами-то будут грести не все бумаги Да, они будут подбирать, в том числе, они очень любят высоко дивидендные бумаги Любят ликвидные фишки А уже наши зайчики, наши спекулянты будут грести уже то, что сильно упало, продисконтировано, энергетику и так далее Поэтому вот широкий фронт, но как бы акулы поплывут в определенных каналах, что называется Вот, и я бы все-таки, наверное, вот, как бы, Василий полностью сформировался Я бы, наверное, рискнул сейчас еще подождать, посмотреть, на чем, чего я, как бы, боюсь, да Боюсь, возможно, второй волны захода в район 1200 по ММВБ Поэтому соблюдаем осторожность И даже с технической стороны это вполне возможно Ну да, я, к сожалению, нельзя это исключать Сейчас еще раз новости, потом продолжим Итак, друзья, мы продолжаем эфир Сухой остаток на Финам-ФМ Собственно, сразу давайте продолжим разговор Вот, обозначенные мною темы, собственно Выступление Бернанки мы обсудили Ситуацию с российским рублем Если позволите, уважаемые гости Вопрос я еще один процитирую Ну, сюда же, по крайней мере, в эту же тему Пишет наш слушатель Пугают темпы инфляции По сравнению с прошлым годом идет рост на некоторые группы товаров и услуг От 0,3 до безумных 7% Плюс постоянное падение индекса РТС И же все с ним Ждем кризиса, спрашивает слушатель Или обнадежите Мы живем в кризисе уже не первый год Мы уже лет 5, наверное, живем в кризисе То есть все хорошо было там до 7-го года А с 8-го года мы до сих пор как жили, так живем в кризисе Не надо этому ничего удивляться Пока темпы инфляции сбить не удается На некоторые группы продуктов Она будет по-прежнему расти опережающими темпами И ничего с этим сделать нельзя Хотя вроде нас уверяют, что пик под темпом ростов Инфляции уже пройден И она сейчас пойдет на спад Ну отчасти я в это верю Если только вот курс рубля у нас Долго не задержится на отметке 33 Ну вот по поводу инфляции Сегодня господин Улюкаев заявил, что он видит в июле Как бы прекращение увеличения ее темпов И намекнул, что возможно это позволит вернуться к обсуждению снижения процентных ставок Это вот кстати новость, она была примерно пару часов тому назад Посмотрим просто на заметочку себе Конечно не будем никого пугать Напомним еще, что президент дал поручение правительству к осени подготовить положение, ограничивающее рост тарифов Естественных монополий То есть речь идет о том, чтобы тарифы не росли на 20-30% в год Вот он как бы драйвер для инфляции Для сокращения Можно сколько угодно говорить При росте тарифов на 20-30% инфляция будет И никуда мы от нее не денемся Вот Хотя здесь навести порядок Будем, что называется, посмотреть Да, очень хорошо это президент озаботился Этим даже, как и Кстати последние меры и те совещания То, что он провел Его как раз заботит о снижении темпов экономического роста в стране Слава Богу, что его это заботит, что он этим занимается Будем отсюда как бы ждать возможно каких-то, какого-то позитива А действительно, Василий совершенно прав Мы живем, так сказать, в зоне волатильности уже практически 5 лет 2008 года И фишка здесь в том, что Та традиционная экономическая система Те традиционные инструменты монетарные Они буксуют Они буксуют Сейчас беспрецедентно печатание денег происходит уже несколько лет И по большому счету, если вот почитаете мнение экономистов Никто даже не знает То есть вот почему все боятся последствий сворачивания Потому что очень объем большой того, что напечатали Поэтому трудно спрогнозировать, как рынки Трудно точно спрогнозировать, как рынки будут выходить Да, то ли как бы это резкий обвал Или какая-то плавная коррекция, плавное сползание Вот здесь есть, конечно, неприятный момент Нет, здесь есть один момент Все деньги, которые напечатаны За последние 4 года, наверное, напечатано там, я не знаю, уже свыше 5 триллионов Прикол весь в том, что они не работают То есть есть такое понятие денежный мультипликатор Он находится на самом минимуме сейчас И именно из-за этого не может начаться никак нормальное восстановление экономики То есть деньги все печатаются И они до реальной экономики не доходят То есть банки не дают кредитов Люди не берут кредитов, не покупают и так далее И на самом деле пока не будет решена проблема с безработицей В том же, это главный фактор Как только безработица, в принципе, начнет в Европе Я беру, это самый главный сейчас у нас там фактор риска Более-менее безработица нормализуется Я за этим самое главное слежу То можно будет говорить о темпах роста восстановления уже европейской экономики И так далее будет более-менее позитивно Но вся вот эта денежная напечатанная масса Она оседает на балансах, грубо говоря, банков, облигаций, акций и так далее Реальная экономика не получила ни копейки Денежный мультипликатор на минимуме Если денежный мультипликатор начнет расти Не надо никаких печатных станков Мы увидим просто мощнейший рост там и фондовых рынков И восстановление экономики везде Но он не может сейчас заработать Не та вот именно ситуация Причем, опять же, вот здесь палка на двух концах Взять там тот же Китай Где пытались разогреть экономику Раздали всем кредитов Сейчас у банков максимальный объем кредитов за всю историю 200% КВП И сейчас начинаются мощные проблемы у банков Потому что идут просрочки по кредитам И весь банковский сектор там под ударом Поэтому, что лучше, тоже непонятно В России, кстати, тоже очень много кредитов понабрали люди И какие-то данные я пошламляюще читал Там чуть ли не каждый пятый человек по пять кредитов, грубо говоря, имеет Ну вот я помню, выступал, когда, по-моему, Герман Греф с комментариями по этому поводу Он, так сказать, немножко успокоил Сказал, что доля, как бы, населения активно берущего кредита у нас пока не столь велика Но, тем не менее, в общем, да Конечно, просрочка – это вещь опасная Да, и вот ФРС, то, о чем Василий сказал, тоже сталкивается с этой проблемой Пора уже скоро сворачивать количественных смягчений А роста-то большой экономики нет И безработица сильно не падает И вполне возможно, что придется ФРС начать сворачивание своей программы Не дождавшись каких-то прорыва в области экономики Потому что деньги уходят, так сказать, на какие-то спекулятивные нужды Не идут вот они сразу Может быть, в этом причина, что они собираются сворачивать количество смягчений? В этом, конечно, причина, да Потому что они... Толку от него мало, да? Не могут они, да Они не имеют права, как профессионалы, способствовать какому-то... Пузырю Да Надуванию пузыря Им придется, придется сдувать Кстати, вот вы за эфиром, да, сейчас обсуждали и эту тему, и тему, связанную с Японией, Василий Вот там тоже достаточно интересная история Потому что сейчас... Там интересная история, но я считаю, что Япония тоже один из главных Факторов риска даже поболее, чем Китай, поболее, чем Европа и Америка Но эта тема вспыхнет тогда, когда начнется сокращаться печатный станок в Америке Потому что тот, та паника на долговом рынке американском, она мгновенно на следующий же день ударит по японскому рынку Если на американском, конечно, все-таки это дело там нормализуется довольно-таки быстро Все-таки нет надежнее, чем американский трежер там Но на японском рынке просто с учетом девалюации национальной валюты Объем государственного долга вырос в разы, там, грубо говоря, и хоть он и внутри Причем весь этот долг, он внутри самой страны, то есть держатели долга это банки Соответственно, эти банки начнут мгновенно продавать эти гособлигации И Центробанк, он уже еле-еле сдерживал это интервенциями, он сам еле-еле сдерживал это покупками Если же действительно взять такую модель, что мы скачаем КОЕ, начинает выход из американских трежерей И все это проецируется на японский долговой рынок То те панические продажи, которые банки начнут делать, Центробанк японский просто не сможет сдержать Вот это самый худший сценарий И опять же, я говорю, мы не знаем, может это случиться уже в этом году И дальше лавиную, да, это на весь мир Да, то есть здесь вот лавиную Фондовый рынок это самое низшее звено экономики То есть есть понятие долговой рынок, денежный рынок Вот они стоят наверху, и все формируется только там Все движения формируются только там Фондовый рынок это уже вот где-то четвертая ступенька, наверное, на которую стоит И до фондовых рынков все это доходит чуть позже Правда, по доходам По доходам в другая история, да? Да, но на самом деле вот Япония за полгода надули фондовый индекс на 60% Да, сейчас пытаются в половину скорректировать этот рост Многолетний боковик был по фондовому индексу за счет этого фантастического роста Дали сигнал на покупку, как говорят Наконец-то там 15-летний сигнал на покупку, да Но это, конечно, смех смехом А видите, какие удары, так сказать, вниз Что бывает, когда фактически, ну, в какой-то степени это искусственно Действие центрального банка, действие центрального банка Вот центральный банк, наш, например, стойко говорит о том, что он должен заботиться о стабильности национальной валюты А вот не заниматься, так сказать, развитием экономики в том понимании, как это понимают Я вот хоть не люблю теорию там Эллиота, там, ну, волновую теорию Но всегда прекрасно уже выучил одно Цена должна двигаться все-таки в рамках структуры волны Если мы видим вертикальный взлет, мы потом такое же вертикальное падение увидим И мне все время одна, вот, тоже хочется и ваше мнение спросить Там, да, у меня одна вещь интересует нас в России Когда же все-таки упадут цены на недвижимость Ведь недвижимость это также актив Это обычный актив, в который люди, даже кто-то покупается или жилет, кто-то инвестирует деньги И, в принципе, цена на этот актив сейчас находится на историческом максимуме Причем, если взять график цены на недвижимость Она просто экспоненциально, просто вверх Улетела просто в космос Причем улетала она как раз вот эти счастливые годы до кризиса Да, так она и сейчас каждый год растет Ну, давайте вспомним, девятый-десятый год, там, да, когда цены на недвижимость в всем мире упали А в России они еще выросли Сейчас, насколько я знаю, наблюдается застой и даже, может быть, какая-то коррекция То есть сейчас ситуация такая, как, знаете, раньше вот в РТСе Стоят в спреде, там, 5-7 процентов Где проходят сделки, непонятно, да То есть есть беды, есть афера Афера пока высокие, но где рынок, как говорится, а где рынок-то, где рынок В этих 5 процентах Сейчас, насколько я вот слышу в последнее время, наблюдается застой И, в общем, если хорошо продается недвижимость Какая-то суперэлитная, той, которой всегда мало, да И всегда есть люди, которые, так сказать, готовы выбросить деньги Чтобы один перед другим, как говорится, шикануть и купить Я все-таки был бы рад, если бы у нас, я говорю, какая-то более серьезная Более серьезное ухудшение ситуации случилось в экономике и на фондовом рынке Потому что это только ее оздоровит И если это не случится, мы так и будем видеть вот это унылое затухание экономики Унылое настроение на рынке И вот надо, чтобы, извиняюсь за выражение, с четырех букв пришла вот эта вот самая Чтобы рынки упали, чтобы экономике стало все плохо, цены на недвижимость упали Только после этого все начнется нормально восстанавливаться Будет, естественно, нормальный восстановительный процесс И рынок станет интересным, активы привлекательны Пока это не случится, будем вот это вот наблюдать Мне кажется, дело в том, что, и Вася говорил об этом сам Что без нерезидентских, без западных денег мы не можем расти, не привыкли Если даже мы посмотрим самые лохматые года, скажем, 95-й, да, когда торговли в РТС Два раза в год приходили нерезиденты Приходили нерезиденты Под этих нерезидентов наши мелкие брокерские конторы собирали пакетики На, типа, и вот эту свою маржу как бы реализовывали, да Потом, так сказать, вот эта пятилетка ударная все равно Опять говорили мы, нерезидентские деньги Последние два года мы что наблюдаем? Отток, нет притока Своя, как говорится, кишка тонка Не хватает денег, нет у нас аккумуляции Плохо участвует пенсионный фонд, да, в отличие от Бразилии, Аргентины и так далее То есть не хватает денег Ну, по сути, не участвует совсем Да, не хватает денег Олег, прошу прощения, что перебиваю Просто На прошлом эфире обсуждали одну тему Люди спрашивали, как покупать акции и на что ориентироваться Помните, сделал акцент на одной вещи Когда курс рубля достигает отметки 33-34, покупаем фондовый рынок Когда курс рубля достигает отметки 30, продаем фондовый рынок, покупаем доллары Все просто По той же самой схеме По сути, тоже некая сезонность, только наоборот Да, на самом деле, как говорится, все гениальное просто Это для людей, которые не хотят следить, что происходит на фондовом рынке, а просто видят курс валюты в Америке Ну, все-таки я бы рекомендовал следить хотя бы чуть-чуть Есть сигнал, есть сигнал Спасибо огромное, все время заканчивается Я успею вас представить Сегодня в студии сухого остатка Алексей Труняев Заместитель начальника управления ценных бумаг Life Capital Pro Business Bank И Василий Олейник, эксперт IT Invest Prospect Спасибо вам за что на время посетить нашу студию Уважаемые слушатели, спасибо вам за внимание Значит, напомню, да, завтра пятница Подводим финансовые итоги недели Ну и дальше, как всегда Всего хорошего, спасибо за внимание Усехов на рынке Спасибо за внимание